Как принял! Этот опыт мы получили совершенно колоссально новый, так как мы отошли от привычных нам занятий, которые мы отрабатывали в повседневной жизнедеятельности. Инструктора, которые согласились с нами провести занятия, на кратчайшие сроки поделились своими знаниями. Подразделения солдатам, это было очень интересно, выдвигались по различным маршрутам, отрабатывали различные вводные. Их инструктор делал минные заграждения, растяжки. И солдаты это все обнаруживали, либо они могли обезвредить, либо они обходили, и подразделения двигались. Точно маршрут был неизвестен, потому что везде встречались какие-нибудь либо уловки. Так командиры отработали это самостоятельно, с артиллерией, с усилением танкистов, напрямую, с применением беспилотных летательных аппаратов. Занятие для солдат это было очень даже полезно, для командиров тоже хороший опыт получили. Думаю, с задачей поставлены, они справились в полном объеме. Мы больше вели раньше оборонительные действия и наступление на открытой площадке. Теперь мы вели наступление через болотистую местность, как некоторые заметили, через леса, совершенно по различным маршрутам. Солдаты и сами разбираются, им это интересно. Да, немножко тяжеловато, потому что маршруты увеличились, так как противник так же сидит не дремлет. Он ведет огонь по бронетехнике, она сдалека очень сильно заметна. Ну и будем брать вот это максимум на вооружение, больше заниматься пешим, а не на технике. Все сразу практика. Нам быстро рассказали основной замысел этих занятий. И два дня с нами поработали инструктора. Мы отработали практически на сокороченных дистанциях и перешли на практику уже на реальную дистанцию. Все начиналось с того, что бойцы ЧВК «Вагнер» посмотрели на работу Вооруженных сил Республики Беларусь. Дальше начали корректировать нашу работу. Наладили взаимодействие подразделений, подсказали командирам, как нужно правильно работать. Обучили бойцов взаимодействию, так же в правильной работе с оружием при наступлении. «Вагнер» сказал, что мы двигались в правильном направлении, что бойцы обучены. Они уже кое-что умеют, так сказать, добавили боевого опыта, то, как лучше делать. И провели правильное взаимодействие. То есть все было хорошо, но есть небольшие недоработки. Сегодня была очень изматывающая тренировка. Солдаты получили такой опыт впервые, чтобы пройти такую длинную дистанцию, также отработать такое наступление. Офицеры тоже занимались этим впервой, поэтому было очень непросто. Ребята совершили длинный марш для себя. Сначала было движение до начала красной зоны на БМП, после чего ребята спешились, также двигались не по дорогам, а по лесисто-болотистой местности, при этом как-то маскируясь от беспилотных летательных аппаратов. Также огневые средства, которые работали с нами, хорошо скрывались в лесисто-болотистой местности. Ребята двигались по болоту, где-то было неудобно, плохая дорога, тем более тяжело. Отрабатывали эвакуацию, были такие вводные. Считаю, что для офицеров и солдата это был ценнейший опыт, который бойцы ЧВК «Вагнер» могли нам предоставить. Мы будем работать в этом же направлении, стараться и развивать наши навыки.